Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях в республике. В студии Ольга Пырочкина и сегодня в выпуске. Битва за урожай. Уборочные работы выходят на финишную прямую. Черное золото и голубое топливо. Работники нефтегазовой промышленности принимают поздравления. На новый лад экспериментальный театр драмы представил новый спектакль. В большинстве хозяйств намерены завершить жатву до конца недели. Зерновые культуры в республике убрали со 150 тысяч гектаров. Это больше половины от запланированного. Последние вести с полей у Дмитрия Ковалева. Это битва за урожай. От комбайна в полях поднимается плотная завеса пыли. Пока позволяет погода, необходимо наращивать темпы. На следующей неделе метеорологи прогнозируют проливные дожди. Каждая минута дорога. Чтобы завершить уборку зерновых в сжатые сроки, а такую задачу поставили в правительстве. В этом хозяйстве на поля вышли сразу 8 комбайнов. Техника работает ударными темпами. В этом деле важна не только скорость, но и научный подход. За посевами пристально следят агрономы. Специалистам необходимо рассчитать, как и чем обрабатывать поля. Ставка на семена пшеницы третьего и четвертого класса, которые поставляют хлебопекам. Сейчас мировая тенденция, тенденция в Российской Федерации идет на то, чтобы убирать качественное зерно. Не только получать высокие урожаи. И поэтому мы в этом году собрали пшеницу. В основном вся пшеница собранная это четвертый класс. Но есть и пшеница у нас третьего класса. Это зимая пшеница. Для того, чтобы собирать качественное зерно, мы используем разные сорта. Это сорта сильной пшеницы, которые дают хорошую клейковину. Работники этого хозяйства рушат стереотипы. К примеру, этим комбайном управляет девушка. Управлять трактором, а потом и комбайном Юля обучилась пять лет назад. Каждое лето она помогает отцу, механизатору с большим опытом. Девушка и сама ставит рекорды. В женских руках техника работает безотказно. Привыкла уже, легко, тяжело. А мужики относятся как? Хорошо, нормально все. Девушка за пленом не бояться, нет? Нет, коллектив дружный у нас. Помогают, если что, объясняют, что непонятно. За одну рабочую смену такой комбайн может убрать где-то больше ста тонн. К ходу уборочных работ проинспектировал и председатель кабинета министров Иван Моторин. В числе приоритетов, обозначенных правительством региона, увеличение посевных площадей. В этом году большую долю залежных земель аграрии засевают озимыми культурами. Поля в Цивильске обрабатывают при помощи специальной программы навигатора. Трактора двигаются по координатам системы GPS. Тонкости работы на полях Иван Моторин изучал вместе с механизаторами в кабине трактора. В этом году аграрии планируют намолотить более 600 тысяч тонн зерна. С одного гектара крупные хозяйства сейчас собирают свыше 30 центеров. Предстоит убрать с площади 269 тысяч гектаров. На сегодняшний день убрано 153 тысячи гектаров. Намолочено около 410 тысяч тонн зерна. Урожайность картофеля на 6 процентов выше, чем в прошлом году, примерно 17 сетнеров с гектара. Урожайность овощей выше почти на 45 сетнеров с одного гектара. Председатель правительства Иван Моторин отметил, что нужно ориентироваться не только на местный рынок, но и наращивать объемы поставок сельхозпродукции за рубеж. Такую задачу перед аграриями поставил и глава региона. Дмитрий Ковалев и Валерий Лизюков. Республика. В республике приступили и к уборке хмеля. Первый урожай начали снимать в Ядренском районе. Шишки крупные. Стебли хорошие. В прошлом году урожай, конечно, в этом году больше. И урожай хорошо уродилось. Шишки какие красивые. Смотрите. Прям крупные такие. Душа аж радуется. В одном из самых крупных хозяйств республики Ленинская искра – зеленое золото. Выращивают на 24 гектарах. Урожай в разы лучше, чем в прошлом году, говорят агрономы. А все дело в погоде. Идеально подходящий для хмеля. Ни холодно, ни жарко. Вот где мы стоим, это третий год посадки. Хмельники молодые. И сами видите, какой урожай нормальный. Прям вот видно. И шишки здоровые. Но погода позволяла в этом году. Для хмеля идеальная погода была. Чтобы эта шишка начала формироваться, обязательно влага нужна. В этом году туманы были. Сборку на хмельнике осуществляют вручную. Но от стебля шишки отделяют с помощью хмеля уборочного комбайна. Затем отправляют их на сушку. Реализуют выращенный хмель за пределами Чувашии. Часть идет на экспорт. Всего в республике выращиванием хмеля занимаются пять хозяйств. Ирина Волкова, Игорь Зверев. Республика. Следующая информация для тех, кто уже собрал свой урожай и собирает его продавать. Столица Чувашии готовится к открытию традиционной сельскохозяйственной ярмарки. Экологически чистые продукты по низким ценам. Таков негласный девиз ежегодной ярмарки «Дары осени». В этом году она стартует с 7 сентября. Как обычно, в столицу Чувашии привезут свои товары крестьянско-фермерские хозяйства и местные сельхозпроизводители. Утверждены четыре площадки. Торговые комплексы Северной, Юго-Западной, Николаевский и рынок за универмагом Шупашкар. Торговать будут сами аграрии, без посредников. До 6 октября они предложат горожанам богатый ассортимент сельхозтоваров. Картофель, овощи, мед, яйца, зерно, зелень, ягоды, семена и саженцы. В Ядрине решилась проблема с распределением участков для многодетных семей. Городская администрация предлагала им не всегда пригодные под строительство земли. Мы вообще предлагали, как стенки поставить, как в общежитии. Может, типа, жить и так тоже смеялись. Что только не было здесь. Эту землю с полуразрушенным овощехранилищем отдали на три семьи. Только юмор мог спасти в ситуации, когда многодетные Петровы, живущие в пятером в однушке, получили долгожданные 10 соток под строительство. Но с неожиданным подарком. С мужем приходили душу травить, ходили, потому что как бы земля есть, но ее как бы тоже нет и ничего не сделаешь. Сейчас где-нибудь еще похуже дадут. Ты что тогда думала? Вот так вот, поэтому мы тянули месяц тоже с отказом. Эту площадь в 100 гектаров на окраине Ядрина включили в границы города как раз, чтобы определить под жилое строительство многодетным семьям. Постройки здесь остались от некогда знаменитого колхоза. Но семь семей отказались от такого «щедрого» предложения. В ситуацию включился Общественный совет и Минюст. По закону место должно быть пригодным для постройки. Этот участок Петровым предложили спустя две недели после их отказа. Вот возле отступки. Предложили, ну, тогда людей много здесь было, предлагали нам участки. Я тут сразу же согласилась. Муж даже меня как пошел отмечать, колышек ставить. Уже сразу кричит, мы, говорит, берем. Отсюда, недалеко до школы, на другой стороне дороги в прошлом году уже начали обустраивать другие многодетные семьи. Из коммуникаций здесь пока только электроопоры. Коммуникации, они, соответственно, будут эти коммуникации. Сначала идет процедура предоставления земельных участков, чтобы мы понимали, куда эти коммуникации проводить. Соответственно, у нас уже проектные решения разработаны. Мы уже знаем, как мы будем проводить газ, как мы будем проводить электричество, какие мы будем организациями, ресурсно-назначными работ. Соответственно, водопровод. Хотя некоторые уже приступили к стройке. Для внуков возводит дом Иван Сергеев. Параллельно со стройкой высаживает сад. Тут смородина будет уже красная. Вот белая уже начало есть, красная. И там черная уже хорошая, сортовая, крупная. Дом будет расти вместе с деревьями, посаженными вокруг него. А дети и внуки радоваться. Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика. Сегодня в Чувашии чествовали лучших работников нефтегазовой промышленности. Свой профессиональный праздник они отметят в это воскресенье. Их работа не на виду, но без нее в одной части температура в домах и школах, больницах и офисах упадет до уличной. В Чувашию природный газ пришел 60 лет назад. Газовое хозяйство республики сегодня – это 15 тысяч километров газораспределительных сетей, более 1700 газорегуляторных пунктов, полмиллиона газифицированных квартир и домовладений. Впрочем, говорили на празднике не о цифрах, а о людях, благодаря которым удалось добиться таких результатов. За многолетний ежедневный труд работников отрасли наградили почетными грамотами. От вашей работы зависит стабильность работы не только жилищно-коммунального хозяйства, но и в целом экономики республики, да и экономики, наверное, всей страны. Сотрудники «Газпрома» многое сделали, чтобы горожанам и селянам жилось комфортно. Ведь, как известно, погода в доме главнее всего. Мы раньше жили в дровах, дровами топили, а сейчас уже газом, условия другие, лучше рвется. Поэтому мы уже считаем, неплохое дело делаем, чтобы безопасно было, мы это все смотрим, чтобы жили в безопасности. Любим этот праздник. Я тоже работаю в газовой промышленности 20 лет. Люблю, действительно люблю. За что? Ну мы помогаем людям, ну как же, чтобы в домах был все время газ, чтобы было тепло зимой. Сегодня голубым топливом обеспечен практически весь регион. «Газпром» Межрегионгаз Чебоксары поставляет природный газ 4 тысячам предприятий и 500 тысячам абонентов. Наш профессиональный праздник, он как будто подводит итоги девяти месяцев, а фактически подготовка к отопительному сезону. Как вот система ЖКХ готовится к отопительному сезону. И мы то же самое делаем. Все наши, считайте, 15 тысяч километров сетей, более 5 тысяч объектов надземных, подземных объектов, они полностью подлежат проверке, ремонту, реконструкции, модернизации. Эту работу мы сделаем. Естественно, вот как мне доложили сегодня о том, что почти под 90% все объемы работ сделаны. И все же главные в нефтегазовой отрасли люди, мастера своего дела. От их труда зависит энергетическая безопасность и благополучие Тюваши и всей страны. Рифат Фадкулин, Игорь Зверев, Республика. Призвание лечить людей. В сентябре исполняется 70 лет основателю медицинской династии Арсютовых Геннадию Петровичу. 45 лет в профессии. От хирурга-ординатора до главного врача Республиканской клинической больницы. Такой профессиональный путь прошел Геннадий Арсютов. Кандидат медицинских наук, врач высшей категории, заслуженный врач России и Чувашии. Его звание и регалии можно перечислять еще долго. Он спас десятки жизней. В юбилейный для Чебоксар год ему вручили государственную награду за особые заслуги и большой вклад в медицину. Я начал работать в медицинской части хладчатом бумажного комбината, где заведовал заведший отделением Геннадий Петрович Петров и врач-хирург Иван Петрович, которые были первыми моими учителями, которые показывали те или иные методы оперативных мешать патологии хирургического профиля. Я горжусь, что были моими учителями профессорско-проподавательского состава в университете. Конечно, это профессор Волков Анатолий Никанович, профессор Волков Владимир Егорыч и другие, которые давали навыки, теорию, практику становления врача-хирурга. Я очень горжусь, что я выбрал профессию врача, выбрал профессию врача-хирурга не из-за того, что это очень звучит гордо врач-хирург, но это требует очень много знаний, навыков, опыта, практики. Геннадий Арсютов стоял у основания Федерального центра травматологии в республике. Геннадий Петрович является уникальным специалистом. Он, во-первых, замечательный хирург, все об этом знают, и на его счету многочисленные операции, достаточно сложные. Но и потом он, конечно же, уникальный организатор. И эти качества, безусловно, последние 20 лет, я думаю, что были на первом плане. Несмотря на то, что клиника ортопедическая и, может быть, не совсем по первой специальности и профилю Геннадия Петровича, но, тем не менее, те лечебные процессы, которые здесь выстроены, они выстроены абсолютно с умением, со знанием. И, наверное, вот его опыт нам во многом помог для того, чтобы сегодня уже клиника была признана на уровне всей страны. Это человек с большой буквы. Это настоящий врач для нас, настоящий лидер. Мы очень ценим его поддержку, поддержку именно сестер, умение работать в команде и его позитивный настрой. В семье Арсютовых один доктор и четыре кандидата наук. 11 человек трудятся во имя жизни и здоровья людей. Сыновья, младший брат Геннадия Петровича, племянники, жена, снохи. Выбрали нелегкую, но очень благородную профессию. Старший сын Дмитрий Арсютов, главный офтальмолог Чувашии. Мои дети, старший сын, уже сегодня студент медицинского института. Младший сын в этом году заканчивает школу, выпускником будет медицинского лицея. Они тоже пошли по нашим стопам. Сегодня уже третье поколение врачей, только нашей семьи, нашей династии, которые в совокупности составляют более 300 лет. Я очень горжусь этим и очень благодарен за это своему отцу. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика. Экспериментальный театр драмы в Новочебоксарске новой постановкой оправдал свое название. «Красная шапочка – перезагрузка» – так называется спектакль. О том, какие гаджеты помогут героине добраться до бабушки в нашем репортаже. «Игру принесла? Да, конечно, принесла! Комп, врубай скорее! Не стой! А игра-то не отстой! Да ты чё! Крутяк игра! Мне доварили сестра! А ещё сказала Галка – это классная стрелялка!» «Красная шапочка» теперь не просто сказка Шарли Перро, а говоря языком компьютерных игр – бродилка. В неё в результате технического коллапса попадают две девочки. Их миссия – помочь главной героине дойти до бабушки и остаться целой и невредимой. Иначе домой они не вернутся. «Поцелают малаяку, как свою марионетку, в лес. Где страх-то всех сторон? Где же разум? Где таком? Ты вообще дорогу знаешь? Ну как, шатаешь?» «Красная шапочка» планирует ориентироваться по мху, на коре, солнцу и пользоваться прочими проверенными временем методами. «О-о-о-о! Не дошёл сюда, правда!» Девочки предлагают облегчить задачу использованием современных технологий. «Слушай, Алиса! Я не Алиса, а красная шапочка!» Однако в волшебном лесу Алиса путается в трёх соснах, а у коптера садятся батарейки. Приходится рассчитывать на свои силы и помощь товарища. Такова главная мораль. «Понятно, они используют свои гаджеты, дрон, навигатор. Все помогают в шапочке. Но это всё не спасает, не выручает, пока они сами все вместе как-то чисто по-человечески не собираются. И все вместе силой побеждают врага. То есть средства не помогут, если люди сами не объединятся в борьбе за что-то». Эта девочка и вовремя понимают, так что всё заканчивается хорошо. «Этот спектакль мне понравился тем, что он был оптимистичным, весёлым и интересным». Постановка получила поддержку по проекту «Культура малой Родины». На выделенные средства театр обновляет световое и звуковое оборудование, декорация. Ну а кого перезагрузят в театре? В следующий раз «Колобка» или, может быть, «Курочку рябу» пока тайна. Таким стал последний рабочий день этой недели. Хороших вам выходных!